Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают 30 декабря мы провели официальное открытие Перед днем независимости Да То есть это было в планах у вас? Или все-таки открытие переносили? Торжественное открытие было, да Официальное торжественное открытие А услуги сейчас все можно получить во втором цоне? Да Да, в данный момент мы оказываем все 160 услуг Так же, как и на Тургенево Так же и на 12-м микрорайоне могут обращаться Те же услуги 100% оказываем А скажите, вот насколько мы знаем, в Сони сегодня можно улучшить кредитную историю дешевле, чем в банках, да так или нет? Оформить, получить то самое. Это вопрос нам задали актебинцы, когда мы готовили сегодняшнюю тему по поводу кредитной истории. Нет, это одинаково. Полную информацию еще можно получить. У нас есть кал-центр 1414, можно туда позвонить, там же получить подробную информацию. То есть эти услуги выполняются? Да, да, да. Итак, уважаемые друзья, если у вас есть вопросы к нашей сегодняшней гости, говорим мы сегодня об открытии, точнее, уже открывшемся центре обслуживания населения в 12 микрорайоне, то звоните к нам в прямой эфир 222-333 нашей координатой. И вот хотел бы я еще задать вопрос, пока ждем звонков от вас. Насколько отстроена хорошо работа в Сони? У нас все-таки люди привыкли к тому, чтобы вовремя все быстрее и быстрее сделать и забыть про свои проблемы. Как отстроена у вас работа? То есть точно так же электронная очередь? Очередь, конечно, да, такая же электронная очередь. Клиент заходит, у нас есть ресепшн, берут номерок, проходят в операционный зал, также обслуживается, оценивают работу сотрудника нашего отдела. Также все. Мульдар, вот по вашему мнению, насколько удобна эта электронная очередь в банках, в Сони и вообще в других местах? Чем? Мне кажется, электронная очередь как бы самый лучший вариант. Но поступают ли жалобы от людей, что вот... Из-за электронной очереди не было. Еще есть у нас бронирование электронной очереди, можно заранее забронировать. Вот, расскажите, как? Есть у нас сайт ЕГОВ, туда можно зайти заранее. Набираете свой ИИН номер, выбираете ЦОН, к которому вы будете обращаться, указываете время, которое вам удобно. В это же время подходите к нам в ЦОН, какое время вы забронировали на ресепшн. По своему удостоверению, которое ИИН вы указывали, берете номерок и автоматом уже номерок выбивает бронь. И вы сразу же, ваш номер загорается самым первым. Сколько бы людей не было перед вами. То есть я могу сидеть на работе, допустим, и написать, что я сегодня подойду, допустим, в час дня или пол, в половине второго, во время обеденного перерыва. Слушай, это можно даже через мобильник, мне кажется, делать, заходишь в интернет и очень удобно. Конечно, можно зайти. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Доброго утра вам. Доброе утро. А представьтесь, как вас зовут, с каким вопросом к нам позвонили? Юлиана. Очень приятно. Вот я бы хотела узнать, в новом ЦОН можно поменять фамилию, взять, допустим, Мамина? И какие документы на это нужны? Можно ли поменять фамилию, взять фамилию мамы? И какие документы для этого нужны? В связи с чем поменять? Правильно, наверное, нужно уточнить. Если там связь с заключением, расторжением брака, да, тогда, конечно, к нам в отдел миграции на основании свидетельства о заключении брака, либо о расторжении брака. А если там какие-то другие данные уже меняются, в этом случае сначала нужно обратиться в отдел ЗАГС для изменения актовой записи. Насколько я знаю, сейчас распространено электронное правительство, электронные услуги. Насколько, скажем так, адаптированы актюбинцы стали к этому виду? Насколько эффективно этим пользуются актюбинцы? Если у вас есть дома доступ к интернету, это база самая удобная. Вы можете сидеть дома, не выходя из дома, пользоваться услугами электронного правительства. У нас в ЦОНах везде есть сектор, зона самообслуживания, Connection Point. У нас там есть консультанты, которые помогут, объяснят, как воспользоваться, как зарегистрироваться, как заказать иную, либо другую справку, либо услугу. Мне кажется, оно очень даже удобно. Вы можете как-то вкратце объяснить, каким образом это происходит? Я знаю, нужна обязательно электронная подпись, да? Есть услуги некоторые, для которых не нужна электронная подпись. К примеру, бронирование электронной очереди. Для этого электронная цифровая подпись вам не нужна. А если вы заказываете услуги, к примеру, адресную справку, либо наличие недвижимости об отсутствии, в этом случае электронная цифровая подпись вам необходима. Если я захотел оформить удостоверение личности и паспорт, что мне для этого нужно сделать? Через интернет, если мне не... Нет, через интернет вы здесь... Это нереально, да? Нет, это нет. Вы потому что оформляете документ, удостоверяющий вашу личность. Вы только можете забронировать очередь, подойти, время, которое вы указывали, и оформить событие. А вот скажите, Мальдор, тогда, какие услуги можно сделать через, как вы сказали, не выходя из дома, через интернет? Также, если есть у вас электронная цифровая подпись, вот справки все, к примеру, вот так же говорил, адресные справки, недвижимости справки, проверка очереди в садик, можно, к примеру, сейчас самая популярная услуга, это идет детей в садик, когда регистрируют, там есть та же база, проверка очереди, можно проверить его, проверка очереди, также постановка на арендное жилье, то же самое можно проверить, и так дальше. Вот мы спросили у жителей родного города, как они относятся к центрам обслуживания населения, какими услугами пользуются, давайте посмотрим и обсудим. У меня по этой части муж, я туда не хожу. Ну, я давно там не обслужилась, но дочка эта недавно обслужилась, говорит, нормально, быстро, так все оперативно. Конечно, устраивает, уже из Караганды. А там как цены ваши работают? Нормально работает. Ну, зачем обращались, как услуги предоставляли? Ну, разные услуги, все, какие вот возможно, даже вот какие хотите справки, там все делают нормально, обслуживание хорошее. Да, довольна. Ну, делала удостоверение, все устраивает. Очереди есть? Ну, очереди маленькие. Ну, как-то все так цивилизовано уже, усовершенствовано. Вы знаете, я давно не была, но когда была, нормально. Там очереди не было по спискам, по номерам, так что все нормально. Да, устраивает вполне. В любое время обращаешься, например, мне вместо справки нужна была для ребенка в школу, я пошла, сразу мне указали, я это самое удостоверение туда, это самое, девушке отдала, она сразу мне вытащила справку. За какую-то пять минут не будет, наверное. И с удовольствием ушла, думаю, сделали очень прекрасно все. Я не обращался. Нормально. Я был там. Ой, было раньше тяжело. И справки везде, повсюду. Повсюду, по всем пока пройдешь, это очень-очень много времени убивалось. Раньше по несколько дней надо было ждать, чтобы получить документы. А сейчас вот сделали хорошо, нравится все. Вот сколько раз я обращалась туда, мне надо было и по другим делам, и в связи с зятем я туда ходила, он на работе был, попросил спросить. Пошла, сразу мне консультацию дали на место. Хоть куда обращайся, они дают сразу консультацию. Ну вот видите, большая часть людей говорит о том, что раньше было намного все сложнее. Чтобы получить справку, нужно было ждать неделю, полторы и неограниченное количество времени. А сейчас все хорошо. Ну это, наверное, к вам бальзам, да, на сердце? Конечно. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, как обстоят дела с электронными услугами для пенсионеров? Есть ли у вас какие-то для них в плане поощрения того, очереди той самой, или все-таки нет? У нас есть отдельные столы для инвалидов. Вот. Если они к нам подходят, есть звонок при входе, звонит, есть пандус. Мы сами выходим, встречаем, проводим также, помогаем при получении услуг, также провожаем. И есть также услуга доступная, вот я, как говорила, калцентр 1414. Инвалиды могут позвонить туда же, граждане, заказать услугу. Мы выезжаем на дом к инвалидам. Это платная, бесплатная? Нет, бесплатная услуга. А скажите, что касается пенсионеров, то есть они как и все? В общей очереди. В общей очереди. По электронным карточкам. Конечно. Электронная очередь. Ну и мы говорили об электронном правительстве, теперь вопрос уже развивается. Развивается техника в мобильном приложении. Как скоро он его запустит и можно ли ждать? В данный момент у нас идет регистрация граждан в мобильном правительстве. В данный момент у нас по городу Ак-Тебе зарегистрировано по области, то есть 30 тысяч около, а в нашем отделе 2 тысячи примерно. Пока идет регистрация. То есть человек, который готов, то есть номеров телефона, который готов уже установить это мобильное приложение. А у меня вот вопрос, преимущество этого мобильного приложения. Удобство просто. Какое? Компьютер вам не нужен, вы через телефон можете этим воспользоваться. Где бы вы ни находились, вы не будете искать компьютер, телефон у всех. Опять-таки же можно будет и очередь сделать через телефон. Конечно. Чтобы не стоять в очереди, приехал, зашел, отдал нужные документы. А вот давайте узнаем нашего следующего телезрителя, с каким вопросом он к нам звонит. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотела бы вот узнать, я инвалид первой группы, муж у меня тоже не ходит с ногами. Могу я вызвать на дом работника ЦОНа для того, чтобы сделать прописку или выписку? Спасибо вам за звонок. Прописка, выписка. В данный момент регистрация и снятием регистрации занимается отдел миграционной полиции. Они находятся у нас в Дании ЦОН, но как бы это уже другое отделение. Мы ЦОН отдельно. Но все-таки давайте разберемся. Они не могут выезжать. У них такого нет. А куда обратиться тогда людям, которые к нам позвонили? Как лучше быть? К нам все равно в отдел. В отдел миграции. То есть колл-центр, да? Уважаемая телезрительница, сейчас мы повторим. Это по услугам нашего ЦОНа, Центра обслуживания населения. А миграционная полиция другая, соответственно, номер. Это нужно обращаться непосредственно к ним, наверное, к руководству, да, посоветую, чтобы они как-то решали этот вопрос. К ним, да, рекомендуем обратиться. Ну, видите, тоже нюансы такие возникают. Вроде как все ясно и тем более в одном здании находится. А когда возникает вопрос непосредственно у людей, то решить его сложно. Спасибо, да. Но надеюсь, что все будет решаться. Да. Напомню, что сегодня в гостях у нас была Мульдер Бакеева и Кенова. Это руководитель операционного зала Центра обслуживания населения уже второго в нашем городе. Удачи вам. Спасибо. Всех благ. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами, не отходите далеко.